хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдат не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне как полное имя юдин вадим сергеевич год рождения какой 5 6 2000 откуда сам родом город тула россия из тула да семья есть есть мама папа мама папа да контрактник контракт действующий когда подписал контракт призвали 23 декабря 2020 контракт с 21 апреля 2021 какие войска сухопутные автомобильные войска если быть точнее должность командир отделения технического обслуживания автомобильной техники погоны младший сержант младший сержант да сколько на контракте платили в россии 30 тысяч там превыходило плюс минус а при заходе в украину я зарплату не успел получить я в плен попал когда зашел в украину 14 августа а в плен попал 9 сентября месяца не а какое направление в харьковской область обстоятельства когда взяли плен как в деревне подбили вот была ночь поздно темно ничего не видно двигались на задачу первую нашу так сказать вот подбили спешились но контуженные были после прилета вышли ничего не видно ничего не понятно где что откуда нас окружили сразу выбежали с автоматами ну кто-то там воздух пострелял все то есть руки в гору и все у нас не оружие ничего в руках не было а какие задачи перед обострелили при заходе в украину вообще ну изначально нас бросали вот по всей области где мы были по изюмскому району мы сначала жили там потому что нас непонятно было куда нас определили вот мы сначала были там в одном месте в одной посадке там выкопали блиндаж потом сказали нет вам надо двигаться в другое место там ремонтируете технику мы ремонтировали технику потом бац нас в лес куда-то закинули в лесу тоже выкопали блиндаж буквально день-два в нем отжили все и вот нас вы бросили на первую задачу то есть у нас как таковых вот задач полноценных как у подразделения не было потому что от ну с разных мест набирали то есть я вот счастье с автомобильных войск которые вообще не предназначены для введения каких-то боевых действий у нас деятельности войск и конкретно моей части это тыловое обеспечение хорошо поставка техники вот так ну тыловое обеспечение на то время типа можно было это началось наступление да вот украинский войск в начале сентября и тыловое обеспечение тоже может быть например это для россиян был тыл это не линия фронта изюм это тыловое обеспечение по сути нет это если если взять концептуально это тыловое обеспечение я имею ввиду то что сама по себе часть в россии вот с нашей части поехал только я один вот а то есть часть отправили учиться чему но на этот новое должно на специальность военную новую вот вадим смотрите вот вы говорите что вы не знали вы не получали зарплаты да но вот когда счастье вас отправляли вам же что-то обещали я не я не я я не верю что вы не знали сколько вы будете получать так называемые боевые говорили уже здесь здесь сколько сколько должны были платить около 200 тысяч там что-то 52 доллара в день вроде как и два оклада два оклада то есть это суммарно это около 200 тысяч рублей 200 тысяч рублей и то есть это как было вот вас призвали пришли просто в части сказали ты поедешь не в украину нет я отправился сначала счастье учиться ну как доп образование получать ну в петербург вот там учебный центр вот в учебном центре я провел около двух недель это было 26 июля я выехал с москвы 27 утром я был там и вот с 27 июля по 12 августа я провел в петербурге ну а учебка для чего было на цель учебки просто пришла телеграмма в часть то что отправить такого-то такого-то для обучения то есть это нормальная практика я должен был должен был в октябре поехать учиться на категорию цены грузовики ну потому что беру автомобильная часть то есть задачи связанные с техникой водителей не хватает поэтому отправлять на водительские права учиться категория бена легкого у меня есть категорию цена надо было открывать должен был к тебе поехать учиться на цена не поехал потому что раньше отправили учиться вот петербург хорошо после петербурга а вот как это все произошло что направили в украину утром проснулись в той же учебке получается это был полигон вот проснулись все нормально ничего не предвещало беды собрали сумки планировали уезжать обратно то есть сам город из города уже по частям приехал камаз ситуация поменялась нас просто поставили перед фактом грузитесь в камаз и едете в аэродром на аэродром куда аэродром тоже в питерскую в ленобусе я понял вот а на аэродроме летите в белград и фи дальше вас прикомандировали другой части то есть у нас ну изначально прикомандировали к учебке из учебки нас уже прикомандировали в другую часть из этой части вот отправили в украину хорошо когда узнали что в украину белгороде или еще питере в белгороде 14 августа утром то есть вот когда все мы получается 12 приехали прилетели но прилетели поздно нас сначала ночью очень долго возили на камазе вот сначала в одно место завезли там мы не нужны и завезли в какую-то посадку там на территории области белгородской области вот получается типа лес и там палатки какие-то были нас в эту палатку мы сначала переночевали там днем оказалось то что это опять не то место нас привезли в другое в часть уже в какую большую куда нас прикомандировали вот в этой части к обеду 13 числа мы оказались все нормально туда-сюда пока нам командировочные проставили печати все 13 числа мы там постирались естественно потому что после полигона на полигоне нет возможности постираться все переночевали высушили вещи 14 числа нас утром 6 поднимают говорят все грузимся сваливаем грузимся в камаз в итоге четыре там около пяти часов и мы в изюме все я понял родители кто за профессией чем занимается а да просто рабочие на производстве где а что за производство они работают сейчас точно не скажу но последнее вот знаю то что мама работала на рыбном производстве с отцом ну просто у нас поселки там в городе что поселки это город вы сами из тула да сам с города но на территории города есть поселок на окраине вот я сам с этого поселка то есть все окраина как поселок хомякова хомякова да какие зарплаты у родителей по-разному тоже там 30 40 где-то так в среднем 30 40 да в 1 7 1 1 да вот почему после срочки подписали контракт я не сразу после срочки я подписал в середине срочки увидел перспективу ну как пообещали зарплату стабильную и много ништяков знаете как я посчитал подумал то что выгоднее два года получать зарплату ну там тысяч по 40 чем год не получать вообще ничего то есть я планировал жить при части три раза питаться получать свою зарплату и тысяч по 15 откладывать то есть концу контракта я думаю у меня будет какая-то сумма некоторая для развития там своих дел я хотел развиваться в таргетинговой рекламе вот но не получилось это типа маркетолога смн да в интернете да а то есть вы сами это учили да вот ну я так теоретические познания имею но нужны были средства для того чтобы полноценно начинать работу то есть для покупки программного обеспечения лицензионного и прочих всяких вещей просто мне говорите что для покупки программного обеспечения лицензионного нужно в россии это юзают как бы обеспечение пиратской нет в этом и смысл то что оно нужно лицензионное иначе работать не будет там тяжелая система объясните просто мне даже интересно вот вы говорите да вот когда вот я как человек да вот мне нужны там для медики люди там смм таргетологи и так далее но это все нормально обеспечение как бы им компания дает то что им нужно ну компания дает а компания в любом случае это будет покупать по любому ну то есть покупают официально да то есть я как руководитель компании я должен обеспечить да инвестор мы даем людям все что им нужно то есть нужны программы мы покупаем приносили нам прибыль все логично да да то есть мне нужен интеллект человека да то есть я покупаю его интеллект то есть за зарплату да это нормально как бы отношение и вот вы мне говорите о таргетологи нужны были какие-то начальные средства что-то мне тяжело понять просто потому что понимаете хотел начать работать сам на себя а не на контору вот в этом смысл поэтому нужны средства в любом случае на покупку хорошего компьютера как минимум то есть ну либо либо ноутбук чтобы работать независимо от территории вот потому что не всегда дома находишься ноутбука у вас не было до этого у меня до этого был компьютер но чтобы в режиме многозадачности нужен серьезный компьютер то есть например в смысле например ну например назвите мне компьютер который нужен для таргетинга производителя конкретно не назову их много разных просто чтобы сборка была хорошая то есть качественно назвите мне цену компьютера который вы хотели в россии это все сейчас очень сложно потому что из-за криптовалюты то что на рынке взрыв произошел все начали фарм ну майнить крипту цены на программное обеспечение наверное на комплектующие компьютерные выросли то есть видеокарты сейчас выросли в два там в три раза видеокарта которая стоила стоила раньше там тысяч пятьдесят она сейчас стоит под 200 давайте не будем отходить от аргумента крипту много где майнит и в украине майнит но это не проблема например чтобы купить компьютер у людей нет почему не вот ну сколько должен был стоить компьютер просто ценник сейчас на нормально хорошо до вторжения сколько стоило вот вы хотели а он этот до вторжения это было подъем цен короче если говорить хорошо вы перед вторжением хотели накопить сумму сколько в долларах должен был стоить компьютер просто для понимания их не скажу потому что сейчас курс он же искусственный то есть я вам не назову хорошо более-менее давайте в рублях до около 200 300 тысяч это это где-то 3 тысячи долларов нет наверное побольше но у нас вот в россии видите побольше хорошо три тысячи четыре пусть будет четыре тысячи долларов это не подъемная сумма для россиян для среднестатистического то есть кроме армии это нигде не можно заработать хорошо пусть будет а это немного для меня странно да потому что я знаю что такое таргетинги и так далее но странно для меня да что например вот ну хорошо я соглашусь что вы хотели начать сами да вот три-четыре к зелени это большая сумма для россиян по разному ну хорошо вот сидел человек на интервью у меня и говорил что чтобы заработать 200 тысяч это нужно там ворвать ну ворвать не обязательно что это нереальная сумма в россии вполне реально заработать можно можно было бы желание хорошо я же говорил то что для меня было целесообразнее потратить два года чтобы получать хотя бы какие-то деньги нежели чем год просто впустую то есть на тот момент я рассматривал это именно как ну я прикинул то есть вот тут не более того год бесплатно или два года но за какие-то деньги чтобы в конечном итоге спустя два года у меня была какая-то сумма хорошо плюс все же это опыт то есть как никакой младший командный состав это в любом случае где-то да пригодится в августе вы зашли да то есть я так понял что вы активный юзер всего да там например соц сетей телек смотрите и так далее телевизор редко но в основном до новости так листаю новости листали да вы уже много знали что и как происходит в украине да я думаю что вы до этого знали почему я говорю потому что многие говорят что они не знали куда везут и так далее что здесь происходит какое у вас представление было об украине до захода в украину честно скажу то что вот российские сми какие я использую то есть телеграм-каналов там вконтакте не вконтакте в гугле даже вот ну есть реклама всплывает пишут совершенно такие несоответствующие вещи то есть у нас написано там о том что бандеровцы фашисты там тут чуть ли не митингуют с флагами с нацистскими по городам а ну этого я не видел потому что городов в принципе не видел единственный город который увидел это изюм вот я увидел полуразрушенный город весь перебитый ну то есть дома там инфраструктура заправки не заправки магазины люди там бегают кто в чем берей вот ребенок который увидел из мирного населения людей с которыми я контактировал был мальчики елисей ему лет 10-12 было вот по воле того то что где мы ремонтировали технику мы там жили у нас там был жидбыт и он там рядом бегал у него было рядом там вот мы его там кормили ну то есть у нас приходит там например продукты какие-то моему там продуктов там сыр не сыр там колбаса не колбаса чем такое не жалко было смотреть когда ребенок бегает вот он слушает он уже понимает я на тот момент только приехал не знал что это такое а он там стоит слушает у этого там кассета где-то разорвалась у это там лепестки рассыпают вот естественно ну он не говорил там и я не знал с какой-то стороны происходило то есть кто так обсыпает но когда мы поехали на первую задачу стало понятно что здесь нам не рады потому что мы приехали в деревню где нас подбили и там вот ну солдатам в ссу помогал мирный вот мирный житель он принес наручники говорит вот типа давайте я вам помогу то есть не нам а им хотя мы как бы как освободители вроде пришли а в итоге что-то совершенно наоборот не то есть вы думали от кого вы должны были освобождать например эти регионы вот я не спрашиваю то что говорят сми русские вот вы лично для себя у вас же какое-то мнение было да вот вы заходили как ну ну да есть то есть оно и было но сейчас она поменялась она поменялась вот буквально в тот момент когда я понял то что никакое русскоязычное население здесь защищать нам не нужно то есть это от нас здесь вообще никакого смысла нет и нам тут никто не рад все то есть но когда ты это Ну, это уже на протяжении многого количества лет, наверное, с момента, когда открылся вот этот вот локальный конфликт на Донбассе, ну, ЛДНР образовались, с того момента, наверное, и началось вот то, что вот здесь притесняют, притесняют, там готовят против нас то, все, ну, всякие там разные провокации, непровокации, вот, то, что Луганск, Донецк притесняют мирное население, и вот, когда долгое время с юности, скажем так, это слушаешь, начинаешь в это верить, вот. Тем более то, что когда, говорю же, с самого начала я сказал, то, что у нас показывают, там, то, что вот, разбили там подразделение такое-то, вот, а вы посмотрите, а вот у них там флаг, у них там свастика, да, вот, а здесь мы приехали и увидели то, что какие вот там, что за кадром этого видео, то, что это происходило, например, в поселке, и от поселка ничего не осталось, и там мирное население ходит, и оно не знает, что им делать, потому что сейчас холода наступает, а у них крыши над головой нет, и им деваться некуда, только если, как статус беженца получать, куда-то убегать. Хорошо, давайте, ну, то есть, я это понимаю, да, вот все там говорят, СМИ нам показывали, мы здесь видим по-другому, да, у меня чисто такой вопрос критического мышления, да, вот, например, да, фашисты есть в России, вот движение фашистские? Да они везде есть, националистические движения по-любому есть везде. Да нет, ну, типа там националистические, не националистические, вот, например, вы говорите, что там показывают нацистский флаг, да, вот, типа в Украине был нацистский флаг, в России есть же фашисты, неонацизм есть в России. Неонацизм есть, да, это мировая болезнь, скажем так, но и, опять же, в России также показывают то, что вот как мы с ними боремся, то есть то, что вот там где-то чуть что, неонацистов закрывают, то, что есть, ну... Это все, ну, чтобы также зрители понимали, да, это все лабуда, наверное, нацизм, типа в Украине, да, я просто теоретизирую, да, ну, хорошо, ну, показали, что в Украине, да, вот вы юзер там соцсетей, но что-то думать само... Вот мне чисто, вот чисто мне, как украинскому журналисту, мне вообще пофиг, что там в России, вот честно вам скажу. То есть меня там не интересует, как живут Тула, как живет там, не знаю, Воронеж, Казань, Улан-Удэ и так далее, да, вот мне это неинтересно, понимаете? Да, понимаю. Ну, то есть, ну, имеют люди проблемы, может, не имеют. Мне, ну, то есть, не фиолетово, как мне... Я иногда, вот честно признаюсь, да, я иногда там смотрел Варламова, да, вот этого блогера, да, то есть теоретически, чтобы... Вот мне интересно было, что он там делает, что он делает и как, например, живет Россия, да, его... Вы знаете, о ком я говорю, да? Я не знаю, кто такой Варламов. Да, он ездит по городам России и показывает, в каком говне Россия живет. Вот это так, как бы, со стороны, ну, чтобы посмотреть, что там в России, да? Ну, чтобы я там специально интересовался и так далее, ну, у меня этого нету. Так вот, в этом и смысл. А в России вот это вот, ну, вся движуха на Украину, да, направлена? Не сказать, вот вы сейчас сказали, что не интересовались целенаправленно. Может быть, если бы у нас как-то запариться где-то там, включить ВПН, не ВПН, в обход, если бы это реально кого-то интересовало и посмотреть на проблему в корень, то, может быть, и никто бы и не поверил вот в то, что здесь притесняют русскоязычное население, то, что здесь там, ну, есть в России дань памяти Великой Отечественной войне и воинам погибшим. А у нас там заявляется, например, о том, что здесь никто не чтит, никто память ветеранов там не уважает, то, что все уже на нее положили, то, что вот неонацисты там рвутся к власти, и поэтому я говорю то, что если смотреть поверхностно, так же вот просто... Давайте включим логику немного, да? Вот немного включим, да? Вот грубо говоря, что значит, что в Украине не чтят память ветеранов? Вот просто объясните мне. Ну вот то, что было движение, я забыл, как называется, не марш победы, а бессмертный полк, вот, бессмертный полк, то, что он должен был в каком-то городе проходить. И у нас показали, например, то, что на эту акцию вышла акция протеста, которая разогнала весь этот митинг. Вот, то есть неонацисты разогнали бессмертный полк. Хорошо, бессмертный полк ходит, например, с этими, я знаю, о чем вы говорите, вот там Георгиевская ленточка и эти все дела, да, со Сталиным ходят вот иногда по России, да, вот бессмертный полк, и там Сталин идет. Ну, Сталина не видел, в основном вот у нас в городе люди ходят со своими там родными, близкими. Хорошо, хорошо, вот все, в чем, вот, чтобы вы понимали, да, вот, например, Георгиевская ленточка, это часть, объясните мне вообще феномен Георгиевской ленточки, давайте так начнем с этого, где Георгиевская ленточка к бессмертному полку, вот просто объясните мне. Честно, я не знаю, но вот оно как бы у нас исторически сложилось в России. Как, когда, когда? А, так всю жизнь так было, сколько я себе помню. Вашу, 20 лет, да, а до этого где-то, вот я родился в Советском Союзе, да, вот я еще, ну, я был маленький, да, я 81-го года, я, мне там было, когда еще были там парады, да, и ходили вот это все движение, да, совковые, то Георгиевская ленточка я не помню, вот ее не было. Что значит тогда исторически сложилось? Ее не было. Не могу сказать. Это часть русской пропаганды российской, да, вот эта Георгиевская ленточка, бессмертный полк и так далее, да, это, исторически этого не было. Это все сложилось за Путина. Ну, да, бессмертный полк, вот это вот движение. Да, это все за Путина, это не исторически, этого даже не было в Советском Союзе. Я не спорю, да, то, что... Георгиевской ленточки не было, да. Все время люди, которые носили Георгиевскую ленточку в Украине, да, они были, вот это пророссийское движение было. Понимаете? Да, понимаю, понимаю. Потом. Украина демократическая страна, правда? Одни выходят за это, другие за это, да? В 2014 году Украина захотела в Европейский Союз и сказал нахер, типа от России. Нам не нужно ни СНГ, ничего. Это нормальное, как бы... Независимое государство. Да, суверенное. Праве делать то, что хочет. Правда. Народ суверенный же. Давайте возвратимся еще к этому. Донбасс. Это локальный конфликт? Ну да. Между кем? Ну, это как гражданская война между украинцами. То есть одни просто заинтересованы в том, что остаться с Россией, другие заинтересованы в том, чтобы двигаться в Европу. Для вас на Донбассе это гражданская война? Ну, на тот момент, вот когда это начиналось, мне было 13-14 лет. На тот момент оно как бы и так и описывалось. Сейчас-то, ну, когда все это наблюдаешь, начинает закрадываться мысль, то, что это все спланированная акция. Кем? Вопрос так, ну, то есть кто развязал это, я не могу сказать. Говорят и Россия, говорят и Запада. Кто говорит? Ну, просто слухи. Ну, то есть как бы там вот в интернете там всякие форумы, не форумы, если читать. Вот здесь даже банально с людьми общаться. Кстати, мы, которые так называем ДНР, ЛНР, да? В том числе. Они что думают? Ну, вот я же говорю, когда приехали даже в Изюм, представители ЛНР, ДНР там были, и вот они же говорили то, что вот, типа, украинцы там какие-нибудь плохие, ну, ВСУ, ЗСУ, да, то, что они обстреливают сами мирные города. Вот, то есть, ну, и ты видишь же людей, ну, веришь людям, которых видишь. То есть здесь у меня интернета не было, не было никаких там других СМИ возможностей как-то с кем-то пообщаться. То есть кого я вижу, кто здесь уже долго находится, я ему, естественно, поверю. Для вас это СВО или война? Посмотрев на это, это война, конечно. Чем в жизни вообще интересуетесь? Я так понял, что немного историей интересуетесь, да? Ну, не сказать. Историей не особо. Не особо, да. А чем вообще? Люблю животных, люблю музыку. То есть, ну, вот так. Какую? Музыку разную. Всяк, я меломан, то есть, слушаю. Ну, что там, ну, то есть, вот, например, я не знаю, что у меня там глубокие познания там в российской музыке. Ну, назовите, что из российской музыки вы любите? Из российской. Ну, в основном, я не российскую музыку, вот, группа Рамштайн мне нравится. Рамштайн, окей. Слепнот, американская группа. Вот такая, ну, в таком вот направлении мне нравится. Но также могу послушать там скрилекс, не скрилекс, что-нибудь такое энергичное, весёлое, заряжающее. А так с российского не особо. В основном зарубежная мне нравится. Рамштайн, немецкая группа. Ну, да. Я её слушаю буквально с детского сада. То есть, ну, как с детского сада вышел, и у меня получился первый диск музыкальный. Был CD-проигрыватель такой, круглый. Вот. И первый музыкальный диск, это был полный сборник всех альбомов. И вот, получается, в первый класс я пошёл уже с этим. То есть, я так понял, вот то, что вы слушаете там, например, западную музыку, вам больше нравится как бы западная культура, да? Не западная культура. Ну, это музыка, потому что музыка, это часть культуры. Ну, согласен, да. Нет, мне нравится, не спорю, хорошая. Мало того, то, что музыка сама по себе нравится. Если переводить текста, вот, например, я не помню, как альбом называется, либо это Rise, Rise, либо это Rosenrod. Песня Muto, мама. Вот. С глубоким смыслом песни. И, в принципе, как их шоу. Я всю жизнь хотел попасть на концерты этой группы, но не получалось. Почему? По-моему, один концерт у них был, я его просто пропустил, потому что он был в Москве, а я был слишком маленький. Вот. А второй концерт, по-моему, я был в армии всё-таки. Я хотел сорваться, но не получалось. Ну, срочник ещё, то есть призывник. Ну, они делают хорошее шоу. Да, то есть Fire Show у них одно из самых эффектных в мире. Вот. Я хотел побывать, но не получилось. Дай бог, ещё побываю. Я всё-таки надеюсь, что нас поменяют рано или поздно. Путина поддерживаете как президента? Это единственный президент, которого вы знаете в своей жизни. Медведев ещё был. Ну, он был... Ну, вы сами засмеялись, да, все понимают. Медведев — это так. Ну, а что сказать, то есть как бы... Не, вы можете сказать то, что хотите. Ну, то есть... Понимаете, дело поддержки, неподдержки. Я в политику стараюсь не лезть, потому что это такой серьёзный вопрос. А я муравей. То есть у нас есть инакомыслящие, есть неинакомыслящие. Но я считаю то, что это вот не моего ума дело, потому что я наблюдаю то, что... Ну, вот я наслышан, грубо говоря, там в школах учителя, они часто сидят... Ну, если это отдалённые школы, они часто сидят как этот... Комиссия на выборах. И не видел этого своими глазами, но как слух, то, что бюллетени там подделывают. Фальсифицируют выборы сами же учителя, да? В том числе. То есть есть какие-то моменты, где... Ну, спорные с властью, которые неприятны населению, там, может, мне. Но говорить об этом, чтобы потом попасть под раздачу, не хотелось бы. То есть, ну, не здесь, я говорю, не хотелось бы говорить, а просто лезть в эти дела даже не хотелось бы. Потому что понимаю то, что не в моих силах исправить какие-либо вещи, которые мне не нравятся. Хорошо. Вам нравится жить вот в России? Моя родина мне нравится. Я не спорю то, что свои проблемы у нас есть. То, что неправильно, что в чужой монастырь полезли со своим уставом. То есть, назовём вот эту войну, вот так вот я сформулирую, да? То, что мы не видим у себя бревно, а у других увидели щепу в глазу, тоже там опустим этот момент. Вот, то, что просто есть свои проблемы, за которыми надо самим смотреть. Вот. За другими смотреть не стоит. Надо решать свои. То, что у нас они тоже есть, то, что у нас их не меньше, чем у других. У нас их много. Есть позитивные моменты, конечно, тоже. Если вот посмотреть статистику, там много школ открывается, не школ, больниц. То есть, инфраструктура развивается. Да даже вот в посёлке, где я живу, когда я там, буквально у меня было лет 8, там, чтобы был детский садик, где медблок. Сейчас там, ну, и школа ещё, естественно, была. Сейчас там магазины начали открываться. У нас там городообразующие предприятия есть, заводы. В том числе вот этот рыбный, хлебная база, там завод металлургический, асфальтобетонный. То есть, ну, развивается. Вы были когда-то в других странах? Нет, не был. Не удалось. Во-первых, потому что, может быть, это всё враньё, может быть, я не спорю. Но вот был слух такой, то, что разрешение на оружие, загранпаспорт невозможно получить без военного билета. А военный билет только либо армия, либо косить. Со здоровьем у меня никогда проблем не было, я не жаловался. Призвали, пошёл служить. А зачем вам разрешение на оружие? Нет, ну это, опять же, я образно сказал. То есть, просто. Вот я, например, как журналист, могу иметь оружие, я никогда даже не думал, чтобы его иметь. Так нет, нет, это как пример было. То есть, лицензия на оружие, там, загранпаспорт, водительское удостоверение, как пример. А водительское удостоверение у меня есть, оно нужно, чтобы управлять машиной. Но на него тоже нужно проходить психолога-нарколога. А у нас этих врачей можно не пройти, если военного билета нет. Как реальный пример. Косану. Ну, коррупция же есть в России. Да, она везде есть, я не спорю. Но вот как вот жизненный пример, лично мой, расскажу вам. Мне было тогда, вот как раз переходный момент, я закончил учиться и ещё не пошёл в армию. Вот у меня была отсрочка. Я устроился на работу официально, всё, мне сделали санитарную книжку, потому что я работал с продуктами питания, овощи, фрукты там, на овощей базе. И вот я проходил медкомиссию, всех врачей прошёл быстро. Это нарколог-психолог. Нарколога мне прямо говорит, это один и тот же врач. Нарколог говорит, я тебе проставлю, всё, а психолога нет, у тебя военного билета нет, почему ты в армии не служил. Я говорю, у меня отсрочка, как бы. Какой военный билет? Нет, всё, иди проверяй себе. Вот мне дали направление в дурдом, чтобы мне там шлем какой-то надевали. Потом, конечно, с горем пополам я там добрехался. Договорился то, что... Я понял, хорошо. Я так понял, что армия это целая система, которая построена в России. Да, естественно. То есть, если ты там с провинцией, грубо говоря, то ты не можешь перескочить этот барьер, который делает армия. Правильно я понимаю? В том числе, потому что деньги... Почему? Вот всегда русские там не говорят, вот хорошо жить, у нас там магазины открываются и так далее. Для чего я их спрашиваю? Вы были где-то на Западе, да? Нет, на Западе не был ни разу. Ну, то есть, если кто-то скажет на Западе, что у нас там открыли магазин, это не достижение, да? Даже в Европе, да? Вот если там поехать даже за границу, да? Это та же Польша там, например, и так далее. Ну, много украинцев были за границей, да? Очень много. Это не проблема, потому что у нас безвизовый режим с Европой. Мы свободно можем, типа, передвигаться. Уровень жизни там лучше и так далее, да? И когда мы... И украинцы поэтому хотят жить, как в Европе, да? Дороги еще не дотягивают до уровня. Там, например, европейских. Это тоже нужно узнать, да? Последние года там начали строить больше и так далее. Но все хотят, как бы, уровня жизни. Ну, понятно. Верховенство права, так? Чтобы закон действовал больше, да? И так далее. Вы говорите о дорогах и так далее. Закон работает в России? Спорный вопрос. Где-то да, где-то нет. Спорный вопрос. В России демократия? Ну, по Конституции, как бы, да. То есть, то, что у вас... Не говорим по Конституции. По Конституции много чего пишут. Заявлена свобода слова, но по факту не везде. С права выбора есть, но оно тоже не везде. Ну, то, что... Опять же, свобода слова. Вот мы говорили за неонацистов, то, что неонацистское движение есть везде. И оно неправильное. Но, по сути, каждый человек вправе решать... Хорошо, давайте зайдем с другой стороны. Вот то, что мы сейчас говорим. По федеральным каналам покажут или нет? В России? Да. По-любому нет. Почему? Ну, я думаю, то, что, как минимум, в России не станут освещать... Знаете, Может быть, в самом начале вот этой войны Здесь же было такое то, что В России Вот этот официальный представитель Министерства обороны, Который каждый день там говорит о достижениях каких-то российских войск Коношенков Я знаю только Пескова и все там Он делает заявление и у нас это печатает Ну, хорошо, Коношенков и... Он заявляет о том, что столько-то, столько-то И там в первые буквально несколько месяцев или там месяц-два Говорили о том, что там потерь буквально... Не то, что их минимум, их нет Вот И сейчас там заявляется каких-то минимальных потерь Хорошо, это все понятно Почему не покажут это по федеральному каналу? Вот я же говорю вас и меня К тому и говорю то, что, во-первых, это тема такая То, что я военно-пленный российский И что? Чтобы не говорить, не освещать тему того, что в Украине есть военно-пленные Ну, это все знают Ну, я думаю то, что это будет тщательно скрываться в России То есть, опять же... Что россияне попадают в... Ну, для украинцев... Ну, то все украинцы знают, что много украинцев находится в плену И власти украинские борются за это, чтобы их возвратить Ну, это нормально Это свобода слова Ну, вот я вчера звонил отцу, у него был день рождения Хорошо И до этого звонил ему почти месяц назад Ему, кроме меня, никто не сообщал о том, что я в плену Ну, то есть свободы слова нет Он позвонил командиру части, который сказал то, что я под Херсоном Когда я уже месяц находился здесь Ну, не конкретно в лагере, а в плену Хорошо Вы в курсе, что Украина отбила Херсон? В курсе Что думаете об этом? Ничего, все хорошо Ну, вообще, я не за то, чтобы решать такие вопросы военным путем Для меня, даже если это и был, вот если это и был бы локальный конфликт с ЛНР-ДНР Просто некоторые представители говорили то, что они хотели просто Как это? Говорили то, что хотели второй государственный язык у себя региональный Вот, русский, то, что якобы их там притесняли И хотели, чтобы у них налоги не уходили в Киев То, чтобы они оставались у них в Донецке, в Луганске Вот, все, что... Ну, это одна из версий, которые я слышал уже от ЛНР-ДНР Здесь, с которыми общаешься Вот, и все как бы Вот, даже если это локальный конфликт был Вы знаете вообще, ну, как бы Законодательство украинское? Нет, конечно Знаете, что такое реформа децентрализации? Нет Вот у нас она превзошла Налоги остаются на местах Ну... А чего добилась ДНР-ДНР, так называемого? Все это вот привело спустя 8 лет Что стали серой зоной? То, что теперь это вообще непонятно во что выливается То, что это... Помимо того, что это, в принципе, война, где погибают люди Это же впоследствии будет Сколько домов потеряли, сколько мирного населения И вот, если мы Вторую мировую войну до сих пор со слезами на глазах вспоминаем Сколько я эту войну буду вспоминать? То есть, я боюсь просто предположить Вы понимаете, вы мне говорите Вот сейчас у меня такая мысль типа зашла, да Вот, вы мне говорите вот это Там Вторая мировая и так далее Говорите там о бессмертном полку, георгиевских ленточках, да Вы же понимаете, что украинцы будут чтить имена героев Вот, я не знаю, 100 лет, 200 Они сейчас будут помнить войну с Россией Да Да, вот война с Россией для этой страны Я думаю, что перекроет Вторую мировую Скорее всего, так и будет Нет, это... Потому что это, ну, это серьезная война То есть, и как я здесь вот... Ну, вы это же понимаете Ну, вот, и вы сидите, да, как, грубо говоря, как захватчик, да? Как оккупант Ну, да, мы уже воюем на территории чужого государства Да, и вот сейчас вот эти все там о бессмертном полку, георгиевские ленточки Вот все, что рассказывают, да, для украинцев это звучит, как, ну... Пришли на танках, там, с артиллерией, с этими ковровыми бомбами и так далее И сидят и рассказывают о георгиевских ленточках и русскоязычных Нет, ну, опять же, я говорю о георгиевских ленточках и бессмертном полку до начала вот этого полномасштабного вторжения Да, да, но даже, даже если бы так было, да, это же внутренняя проблема страны Я не спорю то, что вот, ну, ЛНР, ДНР, по сути, это разобрались бы сами Ну, по-хорошему, если так Да, но это же внутренняя проблема страны И ДНР, ЛНР никогда бы так не стартанули, если бы не было поддержки России Не спорю, да не то, что стартанули, 8 лет отбиваться от регулярной армии с вилами и с кирками, там, шахтером Вряд ли получилось бы Вряд ли бы получилось, правильно? То есть я это понимаю Кем вообще в жизни хотите стать? Я хочу свое дело какое-то сделать То есть вот, ну, начать с СММ, таргетинга, либо просто по франшизе что-то открыть В любом случае для этого нужны какие-то стартовые деньги Вот, посмотрим, как дальше будет Но, в любом случае, я надеюсь, что по возвращению домой Меня сюда в очередной раз, ну, второй раз уже, вернее, не отправят Потому что, посмотрев на это вживую, как оно все на самом деле здесь происходит Я просто в шоке Ну, то есть, картинка вообще с ног на голову перевернулась Еще один вопрос Вот, когда украинцы отбили Херсон, да? Так Если взять, да? Вот там что-то там по... Там Песков что-то там мычало Ну, я не видел здесь Я вам просто скажу, да? Он там говорил, что там Херсон остается там до юра российской землей Да, потому что там типа пришел референдум и так далее Путин ничего не сказал, да? Ну, народу что-то нужно объяснять Это же как бы... Лабуду нужно продолжать вешать И ничего не говорилось Ваше мнение об этом? Ну, я вот наслышал то, что сказали На Харьковском направлении какая-то там великая перегруппировка А в Херсоне как жест доброй воли Но что... Жест доброй воли? А жест доброй воли от чего? Ну, на самом деле я даже не знаю К чему этот жест доброй воли? То есть сначала... Жест доброй воли, чтобы не хватануть б***я до украинской высоты Ну, можно и так сказать Сначала там в городе пошкодить, там побомбить, пострелять А потом вот, пожалуйста, мы его обратно отдаем Что за движущий Зачем тогда было заходить в принципе изначально туда? Этот вопрос, я думаю, то, что решился бы Локальный еще вот Который начался в 2014-2013 году И все Сейчас бы мы с вами не общались Хотите что сказать украинцам? Сожалею о том, что происходит Эта ситуация Ну, не будем смягчать Как вчера сказали О том, что началась эта война То, что нас здесь не ждали Мы пришли с оружием Потому что часто вот Я слышал здесь от многих Что когда они общались Да даже я общался Вот меня в плен брали с 80-й бригады ДШБ Она местная, с Львовской Это серьезно, пацаны Все говорят 80-е ДШБ Отлично воюют ребята, правда? Не спорю, да И помимо всего прочего Помимо того, что хорошо воюют Снаряжены, обучены Остались людьми Спустя столько времени То, что они свидетели Всей вот этой крови, разрушений Они сохранили человеческий облик Лицо Они спрятали меня в подвале Когда техника горела, чтобы не посекло осколками Они спасли офицера нашего Которого посекло осколками от взрыва После прилета Его перевязывали там чуть ли не всю ночь За ним приехали медики Нам все там вода, не вода Покурить, не покурить Никто, ну Вадим, я тебе открою большой секрет Украинцев вообще хорошие люди Да я не спорю Это все то, что украинцев демонизируют Это все российские СМИ Я тебе еще больше секрет открою, да? Мы уже несколько веков имеем проблемы с россиянами Несколько веков Если ты вернешься домой Если будет такое Ты просто почитай историю Что россияне сделали с моим народом Как они запрещали Ну, уставили здесь лекции проводили Это не лекция, это история Это со времен Петра Первого Эмский указ Валуевский циркуляр Голодомор Что они с моим народом делали? А украинцы вообще они нормальные люди Очень нормальные И ты сам говоришь Что они отлично к тебе относились Русские, наверное Если бы ты был украинцем Попал к русским Тебе просто был бы Не исключено, не спорю Но, опять же, вот Раз на раз не приходится То есть Не могу говорить за всех Я попал в плен нормально То есть Несколько столетий Россияне Мой народ мучили просто Когда мы берем Вот Левобережную Украину Вот так исторически Просто сложилось И то, что они говорят Лабуду Всякую Притеснение русскоязычных И так далее Это вам Разбираться со своими СМИ Не нам Если у вас есть гордость Кругу народа То вы можете сказать нет Но, походу, у вас этого нет Россия нам нужен царь А не холопы Ну, система у нас Налажена Годами Серьезная Просто так же против В нее тоже не пойдешь В смысле? А вот украинцы пошли Вот хотели сделать Такую же систему, как в России Сорвался Майдан Я даже не знаю Как это прокомментировать Почему у нас такого нет Либо всех все устраивает И они как бы Живут тихо, мирно Не лезут в это Ну, вот Как я Я не поднимаю голову Не лезу в вопросы политики Как бы Это не моего ума Дело Вы сейчас политика большая Просто Владимир, вы сейчас политики большого Муравей Вы сейчас международной политики Международной Планетарной Вы сейчас политики Вы делаете политику Ну, возможно Но Опять же То есть Формально Как бы Записано То, что это люди Суверенный Как бы Народ Там все А на деле Некоторые законы Формируются Независимо от желания Там Населения Нашего То есть Вы же зашли добровольно Вас никто не нес на носилках В смысле? Вас в Украину Никто не заносил На носилках привязанного Вы же сами добровольно Нашли А, ну То, что не на носилках Не спорю А вот Добровольно Вопрос спорный Уже такой В смысле? То есть Если бы Мне сразу сказали В части То, что Дружище Ты поедешь Там туда-то Я бы Оспаривал этот вопрос Потому что Мне эта война Неинтересна Ну, потому что Этот конфликт Такой Смутный Он изначально был Смутный А тем более Сейчас посмотрел Для украинца Он реальный Он не смутный Нет, ну Это понятно Он и в России Реальный конфликт То, что это война То, что гибнут люди Солдаты Мирное население То, что В принципе Ничего в этом хорошего Не Россиянам что-то Хотите сказать? Я не знаю У меня сейчас Нет комментариев Для этого даже Ну, что я могу Сказать России? Могу Передать Вот привет Своим родным То, что Все нормально Руки и ноги у меня целы Ничего не отрезали Обращаются Нормально Все Никто меня не пытает Я здесь там Не при смерти Не вернетесь Вот как Те, которые Здесь были Да, я смотрел Там Russia Туда и снимала Вот эти Comedy Club Никто не пытает Может в России Возлетитесь Будьте говорить На камеру Все по-другому Я не знаю Что будет в России Когда я вернусь Это тоже вопрос В России могут пытать? Я наслышал о том Что там В СИЗО Ну, в некоторых СИЗО Было такое То, что там Зэков каких-то Чуть ли не до смерти Пытают А что будет с нами С военнопленными Я не могу Предположить даже Потому что Не сталкивался Никогда с этим В Украине Как бы человеческое отношение Да? В Украине Человеческое отношение Нормальное Ну вот В лагере Да, я не спорю То есть Ничего сверхъестественного Такого здесь Я не наблюдаю Никто не пытает Там оголки Под ногти Не заталкивают Яйца не режут? Нет Ну, это тоже Такой вот миф О том, что Если попадешь Отрежут Ничего не отрезали Все нормально Ну, просто не можем Это на камеру показывать Потому что Это понятное дело Ну, то есть Мы могли бы Я бы у каждого Мог проверять Так же яйца Сначала интервью Но это как бы Не подходит Но с яйцами сидите Да? С двумя? С двумя Все на месте Ну, может Три в россиян Есть Я не знаю Но два Третья Это от Чингисхана От Чингисхана Да Два на месте Все нормально Хорошо, спасибо Субтитры сделал DimaTorzok